Этот вид спорта сродни настоящей охоте. Вот только вместо привычной дичи уток, зайцев и прочей живности стрелки целятся в оранжевые мишени, которые к тому же летят с разных сторон и в самых неожиданных направлениях. Десятый этап Кубка России по спортинг-компакту или стендовой стрельбе на этот раз объединил 150 участников из разных уголков России. Среди них и начинающие спортсмены и даже чемпионы Европы. Наш вид спорта хорош тем, что у него нет ограничений по возрасту. Не надо быть молодым для того, чтобы быстро бегать, плавать, бороться и так далее, а спортом заниматься хочется. Поэтому у нас нет ограничений по возрасту. От 13 лет у нас участники до 68. Каждый участник стреляет по 25 раз на 8 площадках. Итого 200 выстрелов из ружья весом в 4 килограмма. Новичку точно не просто. Каждая площадка разная по фону и ландшафту. На разных стрельбищах в разных городах разный фон. И здесь тоже. Здесь есть и поле, и лес, и поля. Поэтому тут все эти обманные полеты, это вот здесь все присутствуют. Николай Кобяков дострелялся до звания чемпиона Европы. Правда, в этих соревнованиях участнику не повезло. Только в первой серии из 25 выстрелов 23 попадания в цель. Итого заслуженное второе место среди мужчин. Но признается, могло быть и лучше. Однако результат есть с чем сравнить. На охоте по животным достреляем, конечно. Там поудачнее? Нет, гораздо хуже. Победители, согласно местам, получили денежный приз. А вот главную награду соревнований немецкое ружье стоимостью в 2 миллиона увез с собой Андрей Веклич из Санкт-Петербурга. Однако такие встречи, признаются участники, давно стали больше, чем просто соревнования. Это еще и повод встретиться всем, кто считает, что стрельба – настоящее мужское занятие. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...